Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашем Жемстале. Я Ирина Терновая, и это Богдан Петренко. Привет! Сегодня мы поговорим о такой интересной методике работы, как работа с суперсетами. Что это такое? Суперсеты – это выполнение двух упражнений подряд, без отдыха между ними. При этом упражнения подбираются на мышцы-антагонисты. Например, бицепс-трицепс, грудь-спина, квадрицепс и разгибатель бицепс-бедра. Сегодня наша передача будет интересна, наверное, больше для мужской части аудитории, потому что мы будем работать с суперсетами на бицепс и трицепс. Мы возьмем три упражнения. Первое будет связки базовая. Базовая на трицепс и базовая на бицепс. Первое мы будем выполнять жим узким хватом на трицепс и подъем штанги на бицепс. У нас будет два разогревочных подхода и четыре рабочих. Значит, в первой связочке мы будем рабочие веса подбирать таким образом, чтобы у нас была работа, четыре подхода на шесть-восемь повторений. То есть, запоминаем, первая связка у нас идет базовое упражнение, два разминочных подхода, четыре рабочих, вес такой, чтобы вы сделали шесть-восемь повторений. Тяжелые веса. Первое мы выполняем жим узким хватом – размина. Выполняйте разминочку на пятнадцать раз, прочувствуйте, прогрейте. Чем лучше вы прогрейтесь, тем больше вес вы потом сможете в рабочих подходах взять. Пустым сделайте на пятнадцать раз. Добавьте вес и второй подход разминочный сделайте на десять раз. После этого ставьте уже рабочий вес и работайте на шесть-восемь повторений. И сразу же без отдыха мы переходим на подъемы штанги на бисепс. Это у нас тоже идет разминочный подход. Без ничего на пятнадцать раз. Разогреваем теперь бисепс. Выполняем также пятнадцать повторений для хорошего разогрева. В рабочих подходах, когда вы делаете четыре подхода на шесть-восемь повторений, между подходами отдыхайте по полторы минуты. После этого переходим ко второй связочке, ко второй суперсерии суперсетов. Это у нас будет французский жим. Французский жим и будет у нас подъем штанги прямым хватом на бисепс. Подключая, то здесь будет работать у нас еще и брокхиалис хорошо. Это очень важная мышечная группа, которая помогает участвовать в жимах. Ну и вообще в целом она выталкивает бисепс, очень важно. В этой комбинации мы будем работать на десять-двенадцать повторений. Четыре рабочих подхода. Трицепс уже разогретый. И здесь мы будем работать на десять-двенадцать повторений. Четыре подхода. Вот так. Хорошо. И сразу без отдыха мы поднимаем штангу прямым хватом сверху за гриф. Тоже десять-двенадцать повторений. Здесь тоже мы отдыхаем по полторы минутки между рабочими подходами. И третьей серией комбинаций мы выполним суперсетом подъем одной рукой на бисепс под наклоном и потом одиночное сгибание в кроссовере на трицепс. Сейчас мы будем работать три подхода по пятнадцать повторений. Поехали. Поехали. Таким образом у нас заканчиваем проработку бисепса и трицепса. Изолировано на каждую руку. Здесь хорошо прорабатывается нижний пучок бисепса. Так называемый пик нижний. Вот по пятнадцать раз накачиваем крови, обеспечиваем полнейший анаболизм. И сразу продолжаем выполнять разгибание одиночной на трицепс. По пятнадцать раз тоже три подхода. Пятнадцать одна, пятнадцать вторая рука. Отдых также будет составлять не больше полутора минут. Помните про отдых. Готовы? Приступайте. Не жалейте себя. И еще. Многие спрашивают, что первым делать в суперсетах? Выполнять упражнение на бисепс или на трицепс? Однозначного ответа здесь дать нельзя. Потому что если вы выполняете первое упражнение, допустим, на бисепс, остаточная усталость лимитирует вас в следующем выполнении нагрузки на трицепс. То есть таким образом, если вы хотите больше проработать и уделить внимание трицепсу, выполняйте, ставьте первое упражнение на трицепс, вторым выполняйте упражнение на бисепс. Например, я жму, мне важен сильный трицепс. Я всегда в базовом упражнении, когда я работаю суперсетами, я первым выполняю упражнение на трицепс. Там, где надо работать на 6-8 раз, я делаю тяжелыми весами, первым трицепс и потом уже бисепс. Вторую суперсет серию я меняю. Я могу поставить себе уже первым упражнением на бисепс, потом на трицепс. Таким образом, я чередую, я организм, мышцы путаю, они никогда не знают, как они будут, что делать. Поэтому самое лучшее, что я могу сказать, меняйте, разнообразьте программу, чтобы у вас не повторяли все тренировки, и тогда вы будете расти. Помните, что самое главное и губительное, помните, что самое губительное для мышц – это однообразие в тренинге. Поэтому удивляйте свои мышцы, и они удивят вас своим ростом, красотой, объемами, силой. Вот так, ребята, смотрите нас, оставайтесь с нами, тренируйтесь с нами, приходите к нам, мы будем рады вам помочь. Всего доброго, пока, будьте здоровы!